Крысы на склад магазина, в котором работает иркутянка Светлана Стадник, забегали не раз. Женщина крайне недовольна такими гостями. Всерьез переживает за сохранность товара, а еще говорит, что такое соседство может отпугнуть покупателей. Вся причина в этой контейнерной площадке, уверена Светлана. Здесь вот люди даже боятся проходить вечером мимо этой свалки, потому что здесь очень много крыс, очень много. Я раскидывала траву, на следующий день я видела, валялись крысы около магазина. Согласно отчету регионального оператора, баки с мусором на этой площадке опустошают ежедневно. Согласно действующему законодательству, в зону действия регионального оператора входит погрузка механизированным способом контейнеров. По данной контейнерной площадке не наблюдается никаких переполнений, срывов графика. Все возится ежедневно. Также напомню, что необходимо соблюдать правила обращения с ТКО и понимать, что можно выбрасывать на контейнерной площадке, а что нельзя. С начала года жители неоднократно обращались в управляющую компанию. Ее представитель заявил, что захламление площадки происходит из-за нарушения культуры пользования. На площадке много мусора, который не подлежит обычному вывозу. К нам поступает обращение граждан по поводу содержания этой контейнерной площадки, но мы их переадресуем в администрацию города Иркутска. Что захламленное, вывоз строительного мусора, ну либо иного другого мусора, мы все переадресуем в администрацию города Иркутска. Старая мебель, мешки со складированными отходами и прочий крупногабаритный мусор необходимо складировать в специальные баки. А строительный мусор вывозить могут только компании со специальной лицензией. Договор с ними может заключать либо управляющая компания, либо администрация, либо сами жители. Складируются строительные материалы, которые также не входят в состав ТКО. И эти материалы ликвидируются в рамках контракта по ликвидации инстанциональных свалок. По крысам. То есть есть такая проблематика, но с целью исключения появления крыс на контейнерных площадках, комитетом по управлению Октябрьским округом заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. В октябре месяце на данной контейнерной площадке осуществлялась потравка крыс два раза. Получается 15 и 27 октября. Жители Иркутска призывают соблюдать культуру пользования мусорными площадками, чтобы создать комфорт себе и тем, кто отвечает за их обслуживание. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас.